Выбираю Нуротан. Мен Нур-Султан Назарбаевтым саясатым колдайм. Мен Нуротан-ды тандайм. Эпидемия. Поголовные прививки. Мен Нур-Султан Назарбаевтым саясатым колдайм. Мен Нур-Султан Назарбаевтым саясатым колдайм. Мы недавно услышали, как политическая верхушка устами Косможемар-Токаева заявила, что с февраля месяца начнется масса вакцинации. Предполагается, что в Караганде будет организован завод по производству российской вакцины «Спутник». И такая позвучила, что приблизительно 10 миллионов человек в этом году будут подвергнуты вакцинации. Что я по этому поводу хотел сказать? Ну, во-первых, если посмотреть российские средства масс информации, различные издания в Ютьюбе, то видно, что, собственно, сами российские врачи возмущаются, что их принуждают применять и использовать вот эту самую вакцину, так называемый «Спутник», и понятно, почему они возмущаются. Ну, что сама Россия могла сделать такого продвинутого, чтобы можно было доверять вот, собственно, этой вакцине, которая успешно и быстро была запущена, как бы заявлять со стороны, по заявлениям властей. Но при этом мы знаем, что российская вакцина не сертифицирована, не прошла те самые тесты и испытания, которые прошли западные аналоги, американские, немецкие, английские и ряд других стран. И они распространяются широко по всему миру. Ну, а как известно, «Спутник», он фактически запущен на основе политической воли Путина. И, ну, не вызывает никакого доверия. Ну, и, собственно, мы сами знаем, что такого передового Россия могла сделать. Тем более, такие кратчайшие сроки. Ну, по сути, страна такая же отсталая, живущая на старых технологиях. Ну, как все авторитарные страны, они не имеют продвинутой науки, ничего прочего. И, вот, собственно, мы сейчас должны проводить эксперимент живую на гражданах Казахстана. Ну, даже если это и так, то, ну, у граждан Казахстана очевидно, что должен быть выбор. Выбор между разными вакцинами. Ну, не говоря о том, что принудительно вакцинировать никого не должны. И мы должны этому активно сопротивляться. Ну, что ожидает наших людей от применения российской вакцины, сейчас никто не знает. Но ясно, что будут масса разных смертных случаев. И тот факт, что политическая верхушка Казахстана открыто не вакцинируется. Вот, собственно, как в Америке нынешний президент Байден, который победил на выборах, он открыто вакцинировался американской вакциной и продемонстрировал это всему миру. Я не могу и не хочу говорить, что западные вакцины во много раз лучше. Но то, что они точно уже прошли этапы проверки, что они надежнее, это факт. Ну, с учетом того, что невозможно сравнивать ни экономику, ни научные достижения западного мира с российской. Россия — это отсталая страна. И вот, если вы, когда покупаете тельные лекарства, еще имеете какой-то выбор, все зависит, конечно, от вашего размера, заработной платы и все прочее, да. Но, тем не менее, выбор у вас есть. Вы можете покупать по выбору разные аналоги. И не только в России, индийские или западные какие-то. У вас есть достаточно широкий выбор применения тех или лекарственных препаратов. А по вакцине против коронавируса, как вы видите, выбора нет. Фактически, принудительно собирается вакцинировать. Но недавно сети обошли комичные попытки вызвать доверие к российской вакцине «Спутник», как мы его называем, «Новичок». Все, что травит людей, это общеизвестно, что для этого существует так называемый препарат «Новичок». И вот, так называемый российский «Новичок» попытался продемонстрировать, как он применяет и колет себя этой вакцины Бердебек-Сапарбаев. Нынешний Аким области, а до этого был вице-премьером. Но и вот на такой мелочи Бердебек-Сапарбаев попался. Как было видно, что на иголке был колпачок. То есть, политическая верхушка султана Назарбаева боится применять российскую вакцину. Мы точно не увидим, чтобы эту вакцину применил на себе лично Назарбаев или Токаев. Если они это сделают, то они себе вколят какие-то витамины, что угодно, но точно не эту вакцину. И как минимум, наши граждане, конечно же, должны иметь выбор. Ну, я хочу вам сказать, что если взять среднюю цену вакцины, европейской или американской, около 40 долларов, ну пусть даже 50, то если даже население у нас считать не около 19 миллионов, а 20 миллионов, то вообще вакцинации всего населения нашей страны, бюджету страны обойдется не более 1 миллиарда долларов. Ну, что такое миллиард долларов, когда Назарбаев и такая хвастается, что в государственных резервах свободные лежат 90 миллиардов долларов. Ну, и мы же знаем, что, собственно, то, что люди находятся на карантине, месяцами наносит многомиллиардные долларовые убытки. И поэтому государство, конечно же, способно купить более надежные и более, скажем, ну, наверное, проверенные вакцины, потому что западный мир, вы прекрасно понимаете, что они применяют те вакцины, которые прошли все стадии проверки. И точно более эффективные и более надежные. И вот, очевидно, что даже если государство закупит разные вакцины, европейские, не одну, а разные, то у наших людей будет просто выбор. Кто-то хочет получить бесплатную российскую вакцину, может быть, им Путин так нравится, что они готовы с собой рискнуть. Ну, пожалуйста, берите российскую, используйте. Или западные аналоги разных стран, американские, английские, немецкие и так далее. Вот цена вопроса всего один миллиард долларов. Не нужно строить никакие заводы, тем более это строят заводы, какие по российским технологиям, это деньги на ветер. Это опять разрежут ленточку, и эта продукция не будет востребована. Это очевидно. Вот. Поэтому я что хотел бы сказать, что вот та самая вакцинация, которая есть, это очередное преступление против нашего народа. И я, конечно, большим сожалению, хочу сказать, что наши врачи, если они не поднимут свой голос, голос протеста, как, собственно, сделали российские врачи, они фактически будут соучастниками преступления этого режима. Потому что мы все прекрасно понимаем, что режим не просто подписал договора, как бы сделал приятную Путину, что на этой вакцине понятно, что в результате разных тендеров они выставляют свои компании и будут воровать эти деньги у народа. И вот предложение очень простое. Если этот режим хочет действительно что-то полезное сделать для страны, купите разные вакцины, чтобы людей был выбор, и вакцинируйте людей бесплатно по их желанию. Теперь я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к врачам. 10 января, уважаемые врачи, будут парламентские выборы. И, конечно, многие из вас, работающие на государственной службе или государственных учреждениях, вам всем говорят, что необходимо голосовать за партию Нуратан. Но как вы можете голосовать за партию Нуратан, которая вас фактически принуждает участвовать в этой вакцинации? Вы будете одни из первых подобных роликов. На вас будут проводиться испытания этой вакцины. Многие из вас просто демонстративно будут сниматься в различных роликах, показывать, что это вакцины эффективные и безопасные. Поэтому я, уважаемые врачи, призываю, по примеру российских коллег, вести себя именно достойно, не помогать режиму, вакцинировать российским, так называемым, новичком-спутником наше население. И хочу вам напомнить, что по программе ДВК, буквально после того, как произойдет смена режима, ваши заработные платы, я даже не говорю об условиях, об инвестициях в здравоохранение, она у вас, заработная плата существенно изменится. Сейчас ваша зарплата в среднем около 150 тысяч тенге. Ну а у среднего медицинского персонала зарплата начинается 60-70 тысяч тенге. Вы вдумайтесь, 60-70 тысяч тенге у среднего медицинского персонала, а у врачей где-то около 150 тысяч тенге. Это люди, которые отвечают за здоровье наций. Я озвучил параметры, которые будут внедрены немедленно, и много раз показывал, откуда будут взяты средства. Средств нашей стране достаточно. Итак, средний медицинский персонал, стартовая их заработная плата будет начинаться от 400 евро или по текущему курсу свыше 200 тысяч тенге в месяц. Думайте, сейчас у них зарплата 60-70 тысяч тенге, а тут стартовая зарплата будет увеличена в три раза. Начинаться будет от 200 тысяч тенге. Это в первый год реформ. Еще средний медицинский персонал есть с высшим образованием, их зарплата будет начинаться от 300 тысяч тенге. Опять вдумайтесь, у вас сейчас 60-70 тысяч тенге средний медицинский персонал, а у вас будет начинаться от 200 до 300 тысяч тенге. Уважаемые врачи, у вас сейчас средняя зарплата не более 150 тысяч тенге. Это приблизительно около 350 долларов. Это вообще ничтожные деньги. Ваши коллеги на Западе, ну вот возьмем даже Францию или какую-либо другую простую европейскую страну, их заработная плата начинается от 5 тысяч долларов. Врачи одни из самых высокооплачиваемых специалистов в мире. Понимаете? А у нас тут врачи получают ничтожную заработную плату. Они соучаствуют в вакцинации, соучаствуют в поддержке режима. Они идут голосовать за Нуратан, который не уважает эту профессию, держит в нищете наших врачей. Так вот, я сразу говорю, что зарплата врачей, это людей фактически, которые только пришли работать, первый год будет начинаться от 1000 долларов. А в более высокой категории средняя зарплата будет 1500. То есть, ваша зарплата будет начинаться от 1000 долларов, это порядка 420-450 тысяч тенге. Сейчас 150 тысяч. То есть, в три раза будет выше. Вы понимаете, да? Это не чудеса. Это еще зарплата очень низкая. Потому что в течение нескольких лет мы будем добиваться, чтобы ваша зарплата, опять же, была значительно выше. То есть, у врачей будет заработная плата до 2000 долларов. Ну, вдумайтесь. Сейчас ваша зарплата 350 долларов. В течение буквально двух-трех лет ваша зарплата поднимется до 2000 долларов. Это, я вам говорю, очень скромные параметры. Это те параметры, которые достигнуты в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония. Это страны, одновременно с нами, вышедшие из Советского Союза, не обладающие такими гигантскими возможностями, сырьевимыми, как наша страна. И вот мы берем в качестве примера эти страны и говорим, что мы немедленно, фактически, сразу будем выстраивать уровень оплат труда врачей на уровне этих стран. Потому что у нашей страны такие возможности есть. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые врачи, до 10 января я буду рассказывать о реформах демократического выбора Казахстана, которые будут внедрены сразу, не через несколько лет. Потому что мы полагаем, что партия демократический выбор Казахстана будет получать лимит доверия не более чем на 4 года. И депутаты будут избираться на 4 года. Соответственно, программы демократического выбора Казахстана не могут быть 10-летней, 20-летней. Эти программы только на 4 года. И тогда избиратель может внимательно отслеживать, исполняются эти программы или нет. Поэтому никакие 20-30, 20-50, такие программы в мире не существуют в демократических странах. Почему? Потому что выборы президентов, парламента проводятся на срок 4 года. Соответственно, эти программы пишутся не больше, чем на 4 года. Поэтому, когда вы слышите о программе 20-30, 20-50, сразу отбрасывайте в сторону, говорите, что эти жулики, мошенники 30 лет голову морочили и дальше продолжают. Сейчас по всей стране идет массивная реклама Нур-Атана. Радио, телевидение, плакаты и все прочее, другие партии, даже провластные, их практически не видно. Вы все знаете, что когда активисты распространяют листовки партии Акжол, их задерживают, листовки изымают, людей отпускают в итоге. Но это все говорит о том, что эти выборы фальшивые. Не говоря о том, что ни одна партия, которая могла бы получить голоса избирателей, не допускается на выборы, не регистрируется, при этом режиме не будет. И эти уже факты говорят о том, что выборы уже сами по себе нелегитимные. Сами по себе они уже нелегитимны, даже не успев, что называется, начаться. Ну и я в качестве примера еще приведу, сегодня задержали одного из наблюдателей, который пошел получать справку, справку, тест о том, что у него нет заболевания коронавируса. И он утром там был задержан, уважаемые друзья, и был посажен на 15 суток. Вы представляете, что делает режим? Он все делает для того, чтобы всему миру продемонстрировать, что эти выборы нелегитимные, незаконные. Да, мы 10 января будем их ловить за руку, будем наблюдать, следить, контролировать и показывать, как эта власть подделывает бюллетени. Вы сейчас, многие из вас, видели, сколько подделок именно осуществляется силами учителей. И мы знаем, что 3-4 января учителя начали, члены избирательных территориальной комиссии, подделывать протоколы. 5-6 января члены избирательных комиссий, они подделывают уже заранее бюллетени. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас всех прийти 10 января, проголосовать, бюллетень оформить и сложить в виде гармошки. Многие еще не поняли, для чего это делается. Я распространял видео, показывал, что избирательная урна, она прозрачная. И когда бюллетень складывается в гармошку, она как бы раздувается. И вы понимаете, что когда основная часть голосующих придет, бросит свои бюллетени в виде гармошки и проголосует за партию Акжол, на ваших глазах вы увидите, как избирательная урна наполняется именно бюллетенями в поддержку Акжолу. И когда будут считать голоса, вдруг выяснится, что почему-то 80% за нуратан, что просто будет говорить о фактах подделки. Поэтому приходите 10 января, ловите их за руку, ничего не бойтесь. На избирательной комиссии будет сидеть 5-6 учителей и максимум 2 полицейских. И вот когда люди будут приходить тысячами на избирательные участки, 5 учителей и 2 полицейских, что они могут сделать, зная, что заранее они участвуют в фальсификации. Поэтому независимо от того, что власть допустит наблюдателей, независимых не допустит, не имеет никакого значения, нам нужно всем становиться наблюдателями, снимать на телефоны. И пользуясь случаем я хочу обратиться к учителям, сказать следующее. Вы, наверное, многие уже знаете, что итальянская организация, фонд Фиду и американским Фридом Казахстан, Казахстан во главе с Бардаком Мендагазеем, который родом из Аксаи, Уральской области, западного нашего Казахстана, они создали специальный сайт, который фиксирует нарушения при голосовании. А именно, что вы должны сделать? Вы заходите в кабинку, ставите галочку напротив партии Акжол, складываете свой бюллетень гармошкой, бросаете его в урну для голосования. Но до этого вы его обязательно должны сфотографировать на телефон и отправить по ссылке. Там есть два телефона, мы сейчас активно распространяем рекламу. И это в WhatsApp есть и Telegram телефон. Также вы нажимаете на ссылку и отправляете фотографию своего бюллетеня. Обязательно там должен стоять город, обязательно должен номер избирательного участка. И тогда этот сайт сможет высчитать, какое количество людей реально голосовало за партию Акжол и сколько за Нур-Атан. Таким образом, мы будем выявлять массовые фальсификации участников этого процесса. Вы видели, как этот режим использует известных людей. Например, Махпал Женусова, жена Нуркадилова, которого режим убил по приказу Назарбаева. Она вышла сейчас в рекламных роликах в поддержку партии Нур-Атан. Я вижу, что огромное количество негативных комментариев в адрес Махпал, она уже давно там. И Нуркадилов это история, которая, скажем, она давно уже предала все это и работает с режимом. Поэтому нет смысла ее осуждать, какие-то негативные слова говорить. Мы все должны понимать, что эти люди, все те, кто поддерживает Нур-Атан, они хотят заморозить этот режим, чтобы те преступления, которые режим все эти годы совершал, 30 лет, они продолжались. Там даже из Караганды, помнится, есть такая блогерша Алья Садырбаева, которая все время как бы критиковала режим, говорила, что будем выходить на митинги. И объявила, что она член партии Нур-Атан, и голосуйте за партию Нур-Атан. И помнится, когда-то я сразу сказал, что это кукла режима. На меня опять же с критикой набросились часть моих подписчиков. Но время показало, что я сразу правильно выявил очередную куклу режима. Кто бы это ни не был. Роза Рымбаева, Махпал Жунусову и так далее. Все те, кто призывает голосовать за партию Нур-Атан, вы знаете, этим людям нельзя доверять. Они, по сути дела, поддержат режим. Они нашли себе кормушку. Не слушайте их. Они не являются ни моральными, ни какими авторитетами для нашей нации. Уважаемые друзья, 10 января мы призвали всех идти не просто голосовать за партию Акжол. Еще раз повторю, партия Акжол это тоже такая же партия, как все другие партии Нур-Султана Назарбаева. Абсолютно. Наша тактика заключается в том, чтобы использовать его, эту партию, точнее использовать, для того, чтобы отобрать голоса у партии Нур-Атан. Необходимо всем голосовать за партию Акжол. Таким образом, собрать все протестные голоса против этого режима, против партии Нур-Атан. И режим будет стараться эти голоса украсть и таким образом совершить очередной подлог и преступление. Вот смысл и замысел той идеи, которой я ранее озвучил. Это так называемое умное голосование. Сама идея, она осуществлялась в России, но там другая ситуация. Там были конкретные люди, известные люди, за них голосовали. У нас совершенно другая ситуация. Здесь все партии режимные и поэтому говорить, что как в России умное голосование, это абсолютно не так. Мы применяем другую тактику. Никакая она не хитрая, мы не являемся хитрой оппозицией. Мы должны использовать эти выборы, чтобы вывести людей на массовые протесты. Вы знаете, что в Белоруссии были выборы в августе и как раз так получилось, что Лукашенко не рассчитал свои силы и сказал, что пусть эта домохозяйка Тихановская идет на выборы. Кто она такая? И народ начал отдавать свои голоса Тихановской, потому что она сказала очень важные слова. Она сказала, что я не претендую на должность президента. Более того, если я стану президентом, я проведу новые выборы в течение полугода. И на этих выборах могут прийти реальные кандидаты со своими программами победить и повести нацию вперед. Мы эти выборы используем приблизительно для этих же целей. Наша задача получить большинство партий Акжол. Мы знаем, что этот режим никогда не допустит того, чтобы Нур-Атан проиграл, а значит будут массовые фальсификации. Все мысли и идеи о том, что Абдруг Акжол победит, они несерьезны. Это то же самое, что Назарбаев добровольно сядет в тюрьму. А вы знаете, что этого не произойдет. И он не может, как Ельбасы, как он говорит, себя называет, как лидер нации, допустить, чтобы у него было менее 80%. А раз общество его не поддерживает, а все социальные опросы показывают, что у Нур-Атана в лучшем случае 5%, что более 80% люди призывают голосовать и собираются голосовать за партию Акжол. О чем это говорит? О том, что наша идея проникла глубоко в общество. Наши люди понимают, что нельзя голосовать за Нур-Атан, даже если вы в бюджетной организации. Заходите в кабинку, ставьте галочку напротив партии Акжол. Поддержите эту идею. И тогда придется Назарбаеву тотально фальсифицировать итоги выборов. И обязательно, обязательно все это проявится. Проявится, все равно учителя где-то сфотографируют. Какие-то наши наблюдатели, независимые люди, которые не хотят, чтобы Назарбаев дальше продолжал властвовать, все равно сделают видео, сфотографируют. И поэтому мы все увидим итоги массовой фальсификации. Вот замысел. И я говорил, что обязательно те люди, которые позиционируют себя как противника режима, как вот Ермек Нарымбай или Мамай другие, они проявятся. Они будут делать то, что будет помогать режиму. Ну, в частности, Ермек Нарымбай заявляет, а давайте митинги проводить не 10-го, а позже. Итогов же выборов никто не знает. Как же так? Вы раньше проводите, а наши митинги назначены в 2 часа дня по всему Казахстану. И типа итогов же выборов еще не будет. Видите, как эти прокладки режима рассуждают? Мы заранее знаем, что эти выборы нелегитимны. Мы видим, как эта власть преследует людей за призыв голосовать за партию Акжол. Вы видели, как они сняли с выборов партию ОСДП, которая изображала, что она якобы оппозиционная партия, просто принудили, чтобы они ушли на бойкот. Фактов сейчас у нас предостаточно. Эти выборы уже незаконны. И поэтому получать дополнительные, что называется, 2 копейки доказательств нам никакого смысла нет. В дневное время, в 2 часа дня митинги по всей стране. Рекламу с местоположением и так далее мы дали. Далее. Некоторые люди недоумевают, а зачем Аблязов опубликовал информацию детальную, каким образом будет происходить наполнение с людьми аккорды зданий правительства Акиматов. Потому что очень скептически относятся. Кто-то говорит холодно, кто-то говорит люди еще не проснулись и так далее. Я снова и снова хочу повторить. В этот день, по официальным данным, выйдут более 6 миллионов человек из 12 миллионов избирателей. Более 6 миллионов. Но мы видим сейчас реакцию людей. А реакция такова. Даже те, кто раньше не хотел участвовать или не участвовал в этих выборах, они готовы прийти. Уважаемые друзья, принцип очень простой. Вы голосуете по месту вашей регистрации. Именно там вы должны найти свой избирательный участок. Мы вам дали ссылки на сайт Центральной избирательной комиссии, на региональные сайты. Вы можете найти свое местоположение, ориентируясь на место вашей прописки. У меня спрашивают, а как быть тем, кто уехал в другой город. Вам нужно брать, открепить на талон. Но в любом случае, вам нужно связаться с вашим избирательным участком и совершить те необходимые действия, которые вам позволят проголосовать в другом городе. Те, кто находятся за рубежом, они могут проголосовать в консульствах и посольствах. Все очень просто. Поэтому мы сейчас озвучиваем поэтапно все шаги. Люди должны знать, куда они идут, какое будет будущее завтра. Вы все слышали, что мы планируем организовать парламентскую республику без должности президента. Мы показали в своих программах, что эта власть каждый год ворует минимум 30 миллиардов долларов. Это размер больше, чем годовой бюджет всей страны. Больше, чем годовой бюджет всей страны. Вы принимаете масштабы воровства? Эти деньги, они вольются в экономику страны, как только мы произведем смену режима. И поэтому тот уровень заработных плат, оплаты труда, рост доходов населения, тот самый, который озвучивается в программах демократического выбора Казахстана, он будет реализован немедленно. Это абсолютно реально. Я еще пока не видел ни одного критика, который бы сказал, что это нереализуемо. Итак, будущее вы знаете, притом оно недалекое будущее, а немедленное. Далее, мы теперь должны донести до каждого нашего гражданина о том, что в течение полугода будет работать временное правительство демократического выбора Казахстана после смен режима. Полгода. В течение этих шести месяцев мы организуем свободные выборы, придут ваши представители в парламент, они назначат премьер-министра и министра. Это будет ваше правительство. Далее, теперь мы должны понимать, что же все-таки мы делаем 10 января. Если мы знаем, что нашу страну ждет в будущем, мы знаем, какая политическая система будет, теперь мы должны понимать, что будет 10 января. Ну, а те, кто скептически относится, что 10 января нам не удастся сменить режим, в любом случае должны это услышать, потому что это произойдет позже, если не 10 января, но позже. Но в любом случае, тогда вы будете понимать, вы в этом участвуете или нет, вы поддерживаете эту программу, вы понимаете, какая новая политическая система будет построена в нашей стране, а именно парламентская республика. Именно тогда народ контролирует власть. Именно тогда власть становится слышащей, а не глухой, как сейчас. Что бы они сейчас ни делали, она всегда будет оставаться глухой. Итак, 10 января с 10 до 13 часов, именно в этом промежутке, мы призываем вас прийти на голосование. С 12.30 до 13.30 мы определили места, таких городов, как Алмата и Астана, мы определили 6 мест, где произойдет сбор тех людей, которые готовы выйти на акцию протеста, на митинг. С 12.30 до 13.30 происходит сбор, затем с этих 6 мест, 6 колонн начинает выдвигаться к месту основного проведения митинга. В Астане это молодежный дворец Жастар, в Алматы это старая площадь. 6 колонн собираются и начинают двигаться, выдвигаться к основному месту митинга. В 2 часа дня до 3 проводится митинг с требованием отставки Назарбаева и его ближайшее окружение, а с 15 часов колонны, объединенная колонна, выдвигается в сторону Аккорды и затем эта масса просто наполняет собой их дворцы. И временное правительство демократического выбора Казахстана формируется в Астане и объявляет о низложении Назарбаева и его режима. Эта модель, она везде идентична в областях. В Алматы то же самое произойдет. В 3 часа дня митингующие около Старой площади выдвигаются в сторону Акимата, наполняют помещение собой и объявляет о сложении полномочий Акима Алматы и о формировании Временного правительства ДВК города Алматы. И в областях такая же схема. Мы все должны понимать, что мы делаем, как объединяемся. Далее. Во всех этих 6 местах в Астане, в Алматы, в некоторых городах по одному месту, в Шенкенте 3 места, безусловно, будут активисты, чтобы вы понимали. И с 12.30 до 13.30 часов эти активисты мобилизуют людей и формируют колонны, которые затем начинают выдвигаться к месту проведения основного митинга. Все, что я сейчас озвучил, мы выпустили в виде плакатов, видео, различную рекламную продукцию. И до 10 числа очень важно всем ознакомиться. мы все должны понимать план действий. Да, завтра возможно, что режим выключит интернет. Но вот эта вся информация, она распространена заранее. Я знаю, что многие из вас еще не ознакомились. Очень важно ознакомиться. и если разные так называемые бойкотчики, изображающие, что они противника режима, типа Мамая, они объявляют, что в 12 часов дня проводят свои якобы митинги, вы должны понимать, это делается с целью раздробления протестной массы. Мы еще как минимум за неделю до Нового года объявили о времени, о местоположении. И никто из существующих организаций не объявил. Мы очень системно и тщательно подготовили план действий. И вот только буквально день-два назад они озвучили, что собираются эти бойкотчики выйти в 12 часов дня на Старой площади в Алматы и около Байтирек в Астане. Пусть выходит, вы можете затем сравнить, как эти люди просто будут изображать, что они возмущаются. Наша же цель не просто выйти на митинг, наша цель и задача сменить этот режим, организовать большое количество людей на эти митинги, колоннами объединиться, затем добиться смены режима. Абсолютно другая цель. Эти будут люди, бойкотчики, так называемые, изображать, что они недовольны. Наша задача сменить режим. Поэтому, уважаемые друзья, мы озвучили план действий. Ознакомьтесь, пожалуйста. План действий по всем городам. 10 января наша задача вывести людей на митинг, потому что в этот день на избирательных участках будут миллионы. И такой ситуации надо воспользоваться, мобилизовать людей и снести режим. Алга, Казахстан.